Маленький магазинчик с тремя шоколадками и пачкой памперсов. Прикните голову! Держитесь! Может, конечно, автор изначально задумывал третью часть как радиопостановку. Что вы делаете на улице, сенатор? Ну да, тут стреляли, тут вот в попку ранили, а тут гору трупов мимо провезли. Ну, обычное дело. Самый пронзительный комментарий, который я услышал после сеанса этого фильма. А что и вправду в США существует такая вот судная ночь, где можно всех убивать? Фух! Смотрим обзор. Третья часть стала масштабнее двух предыдущих, но стала ли она лучше? Давайте разберемся. Это абсолютная свобода. Конечно, в фильме появились очевидные фишки, так называемые гэги. Теперь в судной ночи туристы приезжают в страну из трех букв, то бишь в США. Не только для того, чтобы заселфиться со статуей свободы, а еще и для того, чтобы укокошить пару-тройку зазевавшихся америкосов. Их называют туристами-убийцами. Ну и конечно, кому как не русским, в основном этим заниматься. За появление в третьей части русских агрессоров в крутейших масках жирный плюс. Что касается сюжета в целом, он понятен как день и рассчитан на любого зрителя, даже на того, кто о первых двух частях и не слыхивал. И это тоже плюс. Система экстренного оповещения объявляет о начале ежегодной судной ночи. Еще один плюс за то, что в третьей части больше динамики, а на шире по пространству есть немало юмора, как черного, так и белого. А уж то, что религиозные фанатики, прежде чем убивать людей, окропляют оружие святой водой, вообще находка. Но вот на этом как раз количество плюсов и исчерпано. Прикните голову! Держитесь! И хоть в судной ночи 3 очень много мест действия, герои постоянно куда-то передвигаются. Но большую часть времени они тупо тежут языком, о чем-то без конца болтает и болтает. Нет, ну может, конечно, автор изначально задумывал третью часть как радиопостановку и совершенно случайно решил снять по этому сценарию фильм. Хэ-зэ. Но удручает меня, что в таком фильме всего несколько перестрелок и ничем не примечательных драк. Так, маловато будет. Маловато! Маловато будет! Кстати, об авторе. Джеймс Лемонако преодолел внушительный творческий путь. Он писал сценарии и снимал все три части «Судной ночи». И, как по мне, первая часть, хоть и происходила в замкнутом пространстве, внутри одного дома, но была наиболее напряженной и по-настоящему захватывала дух. Это был стопроцентный триллер. А вот что до третьей части, то ей до крутого триллера, как китайцам до луны. Предлагаю еще одну игру. Называется «Выбор, мамочки». Очень много вымученного, высосанного из пальца и притянутого за уши. Вот скажите, вы бы остались охранять маленький магазинчик с тремя шоколадками и пачкой памперсов только потому, что магазинчик этот – дело всей вашей жизни? Где здравый смысл? Где Станиславский, который бы крикнул «Не верю». В общем, мотивчик так себе, натянутый. Эта добыча и разлагает общество. Его необходимо запретить. И, кстати, сенаторша – главный герой, который хочет отменить эту судную ночь и сама становится мишенью. Я так и не разобрался, чей это косяк. То ли актриса Элизабет Митчелл облажалась, то ли автор ее вогнал в такие тиски. Но иногда реально возникало желание оказаться по ту сторону экрана, чтобы хорошенечко ей навалять. Ну вот, чтобы хоть как-то привести ее в чувство. Ведь, по сути, с ее героиней чего только не происходит. А она ведет себя как будто все вокруг. Игра в зорницу, и ничего такого опасного не произошло. Ну да, тут стреляли, тут вот в попку ранили, а тут гору трупов мимо провезли. Ну, обычное дело для сенатора. Что вы делаете на улице, сенатор? Эта традиция разлагает общество. Пора заткнуть болтливого сенатора. Я вообще очень долго не покидал такое чувство, что что-то не так, чего-то не хватает. Долго я размышлял. А оказалось, что ответ лежит вообще на поверхности. То, чем были ценные, во всяком случае для меня, первые две части. Это загадка внутри человека. Ведь каждая личность в первых двух частях была непредсказуема. Во вполне дружелюбном человеке во время Судной ночи просыпался монстр. Или наоборот, в злые дни оказывалось стоиться защитник. Здесь же, в третьей части, все фигуры расставлены заранее. Еще до начала Судной ночи нам показывают, кто хороший, кто плохой. А потом прямо тыкают носом, кто с кем будет сражаться. А предсказуемость, друзья мои, она ж никогда не была большим достоинством триллера. Поэтому, резюмируя все вышесказанное, думаю, что Судная ночь 3, скорее всего, будет последней. Даже несмотря на то, что создатели оставили такой маломальский задел на будущее. Ибо в какой-то грандиозный коммерческий успех третьей части верится с трудом. Ну и прежде чем распрощаться, дорогие зрители, хочется узнать ваше мнение. И вот о чем. Если бы таковая Судная ночь и вправду существовала, чем бы вы занялись, а? Ну я бы, например, точно свою семью бы запихнул на большой воздушный шар, и пока они там в небе колбасятся, рассекал бы по городу и помогал нуждающимся. Ну, вдруг у кого-то не хватает смелости своего босса замочить. Ну, конечно, это все не серьезно. А если серьезно, вот что бы делали вы? Если бы прятались, то как, где? Если бы мочили кого-то, то кого и за что? Пишите в комментариях, тема-то интересная. Подискутируем. На СИМ все с глубоким уважением к вам ведущий Иван Смирнов и вся команда подтала «Стартфильм», в особенности редактор Надежда Маркалова и продюсер Петр Черенков. Друзья, подписывайтесь на канал «Стартфильм». Здесь вы найдете множество интересных видеороликов. Не забывайте также подписываться на группу ВКонтакте. Там не только много интересной и полезной информации, также вы найдете то, что в сеть никто не выкладывает. Субтитры сделал DimaTorzok